Девушки отдыхают 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 Кто-то репетировал. В общем, была своя такая кочегарга Цоя. Как все это произошло? В Минске проходил фестиваль Триколеры, на который приезжали самые маститые группы того времени. Группа Улис, Новое Небо, Мроя. В общем, вот такие влиятельные банды, очень серьезные челы, чуваки. Ну, я подал заявку. Когда я пришел, подал заявку, мне сказали, а ты кто? Я говорю, я рок-барт. Говорю, это у нас рок-группы. Я говорю, так я рок-барт. Говорю, нихуя, надо банда, понимаешь, рок-музыки, здесь все серьезно. Я пришел в свою кочегарку. Все, кто там был в то время, стали участниками группы «Я по струбисту». И выступили на фестивале Триколера, вызвав дикий антагонизм у всех почитателей настоящего классического белорусского рок-н-ролла. Десять человек ползало по сцене, в каких-то майках разодранных, ну, в общем, кривлялись как могли, пели, играли фальшиво, но делали это все на таком понте, что панки нас полюбили. Я тебя не скоро позабуду. Я тебя не скоро позабуду. Первая статья про Ляпи Струбиско была написана авторитетнейшим Адамом Глобусом, писателем, переводчиком, общественным дейчим. Написал, на сцену вышел хлопец кабанерского виду и произнес фразу «Мать твою так». Процитировал меня, понимаете, Адам Глобус. Вот что тебе скажу, хлопец. Бездарный плагиатор питерского ноля. Обратите внимание на эту офигенную фразу. Ну, и вот Адам Глобус написал нам такую, как он думал тогда, эпитафию. И тогда он сказал, группе Ляпи Струбиско больше трех месяцев не продержаться на небосклоне белорока. Ошибся. Случилось досадное недоразумение. Группа, которая изначально делала, в общем-то, панк-музыку и какой-то жесткий стеб над поп-культурой того времени вдруг начинает восприниматься не как критика, не как сатира жесткая на эту поп-музыку, а как сама эта поп-музыка. Голуби, голуби, за моим огнем кружатся. Голуби, голуби, из стихи на лес ложатся. Это была группа Капустник. То есть мы специально, я не набирал состав. Состав менялся от концерта к концерту. Если это панк-фестиваль, мы делали песни, иронизирующие на панк-культурой, субкультурой. Если это метал-фестивали нас приглашали, мы называли программу «Металлический валежник». Ну то есть это был Капустник. Это был, ну, Монти Пайтон больше. Поэтому в 98-м году, когда мы стали профессиональной группой, когда вот вышел «Ты кинула», и мы поняли, что нам теперь пиздец. Что теперь оказалось, что мы теперь артисты. Ну, представьте себе, что Михалок приехал бы в Франківск в те годы, это был бы вообще, я не знаю, как будто Скорпион, это какой-то вообще металлика приехал. Когда яблони расцветут, я приду к тебе свидания. Одноклассник, с которым я ходил, ну, с одной партой сидел, он все время напевал какую-то песенку, там, что-то, когда яблони цветут, что-то, и мне вот на каком-то там, через час-два, я говорю, слушай, что ты поешь вообще, что-то за песня такая. Вот это группа такая, вот, ляпи струбискоя, такая прикольная. Я услышал песню на балконе, песню «Одинокая ветка сиренича», она стояла. И, ну, это была пьянка какая-то. Я сказал, что я могу дюжину таких песен написать за час. Сказали, давай. Я сел и сразу взял гитару и спел припев «Яблони». Когда яблони цветут, всем девчонкам нравится, чё бы им цветы дарили, красивым ты их красавицам. Из старых песен я знаю, что меня очень сильно бодрит «Дружбан» песня, она такая, она такая искренняя. Чё же ты наделал, лучший мой «Дружбан»? Ты мою девчонку у меня украл. Такое негодование у парня, когда он понимает, что друг увел у него девчонку. И он говорит, что вы подавились кофем упыри. То есть, я бы взял, подобрал такие смешные слова. А я тебе еще подарил сервиз, чё, ты подавились кофем упыри. Кто-то считал это абсолютным вообще, таким попсой такой, махровой, настоящей. А кто-то говорил, нет, ребята, это не попса. Это такой хитрый мехолог, занимается искусством через вот такую вот популярную модель. Когда мы говорим о музыкальной стилистике группы того периода, это все стало популярнее лет через 10-15, но стало мейнстримом популярной молодежи. «Украду тебя, украду ночью, увезу тебя, увезу в Сочи». Это было в поезде, мы познакомились во время драки. Наши артисты поспорили, сначала поспорили с артистами группы «Ляпи Струбецкой». Все вылилось в драку, и единственное, наверное, кто осмелился вступиться, я знала, что это известный Сережа Михалок. Но в этот момент мне, конечно, был важнее мой артист, моего театра. Я разнимала Сережу Михалка и нашего будущего директора театра, народного артиста. И с тех пор я просто возненавидела Михалка, по телевизору его показывали, где-то там в общих тусовках его видела. Просто мне было очень неприятно. Мы были врагами, вот так скажем. Сергей даже в период своего юношеского загула в своих, он всегда оставался трезвым в отношении искусства. Он всегда любил хорошие группы, он всегда любил хорошую литературу, он всегда использовал цитатные слои, которые 90% его аудитории вообще не понимали, о чем это. То есть какие-то строчки, которые ты думаешь, о, блин, это же из Ванегута, а народ вообще не понимал. Он типа, ну, ау-яу-яу. То есть говорить о том, что это была группа забитых дурачков, которые бухают в подворотне, то это был, мягко говоря, тот пиар, который сделала фирма «Союз» в группе «Ляпец Трубецкой» для того, чтобы ее побыстрее продать в каких-то быстрых и массовых тиражах. Через какое-то время, наверное, через пару месяцев уже «Ляпец Трубецкой», наверное, из каждого утюга уже просто звучали, то есть везде, куда не зайдешь. Медленные танцы тоже хороши, если нету пары, быстро подыши. Я помню прекрасную историю, когда зашел в гости к Михалку, и он мне поставил песню, которая только вот из студии, да, горячая. Это была песня «Розочка». Очень тяжелая песня, которая среди других поп-песен второго альбома группы смотрелась как-то вообще особняком. Мы прослушали ее раз пять, без перерыва, и с чем Михалок подошел к окну, и, глядя в темное окно, сказал, я не дам этим гадам убрать эту песню из альбома, потому что, понятно, она ни в какие ворота не лезла. Получилось так, что группа была проэксплуатирована не совсем в том образе, в котором задумывалась. И это клеймо, этот штамп, он засел на долгие годы. То, что мир полюбил, я это уже ненавидел. Мы уже пили, потому что мама это все стопиздила. Мы не могли уже эти песни петь по двадцатому разу. Ну, то есть контекст ушел того, что мы испанку культуры. Поэтому «Ляпиз Трубецкой» несколько раз нужно было название убирать. Но оно настолько живучее, оно настолько внедрилось. Потом пошли эти «Ляпиз Дэнсы». Когда появился альбом «Капитал», это была уже другая группа. Это было больше «Бруто», чем «Ляпиз Трубецкой». Он стал звездой такого уровня, я не знаю, масс культуры. И хотя у него всегда всегда был андеграунд. В моем окружении была популярна такая новость, что у Михалка был наркотический приход, жесткий. После которого он переосознал полностью всю свою жизнь. Он чуть не умер. И поэтому решил все переосознать. Я уже точно знал, что я хочу сделать группу, которая будет работать на стыке каких-то рок-н-ролльных заповедей. И на стыке заповедей Брюса Ли и других представителей единоборств, которыми я очень сильно увлекался как философами. Где мужчины крепкие, сильные, в духе Велимира Хлебникова поют слова, которые важны для мужчины. «Скрежет, напильник, прести-дижитация». Мы были в это время на фестивале «Джаз, как ты, бель». И вечером должны были выступать группа «Ля Пеструбецкой». Что на тот момент в моем представлении группа «Ля Пеструбецкой»? Это «Зеленоглазое такси», «Ау», «Любовь повернулась ко мне задом». И сам этот фестиваль в Кортебеле располагал именно к таким песням и к такой атмосфере, потому что все вокруг пили, гуляли, лето, море и так далее. И вдруг на сцену выходит Сергей Михалок в какой-то очень модной скейтерской кепке. И вообще все это было похоже на группу «Лимбискит». И объявляют, что сейчас будет программа «Рапкор». В какой-то момент я послушал, что это «Рэпкор». И вот просто начинается очень тяжелая музыка. Я такой, что происходит? Что это? Кто это? Что это за новый человек? Для большинства людей спортивный Михалок появился как черт из табакерки. Неожиданно с фейерверком. Убей, Рапа! Убей, Рапа! От того Михалка отсоединился вот этот худой, красивый, трезвый Михалок. А вот тут где-то, может быть, еще живет, еще тусует, пьет, горбошка. Всем это очень сильно не понравилось, потому что все такие, где зеленоглазое такси? Ну, все же фукали, особенно андеграундная среда, там панки. Фу, бля, ну что это? Ну как это? Это же все опять он придумывает, это же все продюсерский ход, в общем. Если говорить об изменениях в Михалке, то это изменение, которое связано не столько с телом, а столько с внутренностями, да, с духом, с душой и с теми мыслями, то, что он сделал своей головой. Это о том, что всегда можно достать из себя нового человека, никогда не поздно. Мы оказались в одном продакшене, снималась передача к Новому году. И Сергей подошел ко мне, он уже изменился. Он уже был не тот падающий с верхней полки выпивающий парниша. Он уже был такой в спортивном телосложении, очень учтивый, галантный. И он извинился, как ни странно, сказал, что помнит все, что происходило в поезде. И пожал мне руку очень крепко. Я в ответ, не знаю почему, я ему пожал тоже очень крепко руку, как бы, наверное, скрепляя это хорошо все забыли. И потом он за мной ухаживал. Для людей со стороны есть Михалок до, Михалок после. Как будто это кто-то щелкнул пальцем. Я кардинальных каких-то революционных скачков никогда не видел. У меня все это происходило эволюционным путем. Дисциплина, питание, качество образа жизни, регулярные тренировки. И, в принципе, видно, что у Сергея было желание, была мотивация. И он добился таких хороших результатов. Вот эта способность Михалка в нужное время правильно перестроиться и сформулировать, проартикулировать новые цели, задачи и смысл жизни. Вот это потрясающее его качество, которое, очевидно, дает большинству его фанатов огромную энергию и силу. Классно, что был выбран вектор такой тяжелой музыки и с оттенковской панкой. Это же так бодрящие эти трубы. Ой, вау. Ляпи Струбецкой тогда был на волне успеха. Все, что мы не делали, приносило нам только плоды, любой косяк. Срывы концертов, демарши. Мы, видимо, некоторые показывают нам пальцы из зала. Я хочу сказать, что меня пугали пистолетами, автоматами, меня бросали кирпичами, били голову нучаками. И единственный палец, который может меня напугать в этом зале, если он будет откусан и засунуть себе в жопу. Так что, если ты не собираешься этого сделать, то пошел нахуй, имперский имбицин. Ну, понимаете, такая группа появилась, что бы не делал, все шло на улучшение. Мне не хватает диодов и полупроводников. Иногда просто та энергия, которая исходит, застревает. Среди жирных верблюдов, адептов темного царства. У меня нет физического тела. Я давно в астрале. Дзен. Как меня можно задавить? Я парафин. Я плохо переносил ляпи Струбецкой последних лет. Потому что у меня было устойчивое ощущение, что внутри этой группы находятся, ну, как минимум, три группы. Все время я чувствовал, что ляпи Струбецкой не соответствует тому, кто сейчас я. Потому что, а, так это тот ляпист или не тот? Подожди, тот же был пухлый, выпивал, а этот какой-то... Ну, то есть был уже серьезный разрез. Серьезный разрез. Я понял, что я пытаюсь в ляпи Струбецкой вместить все проекты. Песня «Космонавт» — это чистый Дрезден. Железный — это чистая Брута. Клоуна нет, это старый ляпист. То есть, ну, шизофрения явная. Уже не вмещающая стиль и направление. И поэтому, ну, уже вопрос стоял, что это неправильно, что нужно сделать несколько проектов. После матрешки, рапкора, особенно после матрешки, я понял, что я больше не знаю, что делать с группой ляпи Струбецкой. Ну, то есть, как продолжать движение, когда я сделал все. Мы были клоунами, мы были изгоями, мы были романтиками, мы были революционерами, мы были революционерами, которые вновь стали романтиками. Ну, то есть, колесо сансары просто бы нас раздавило. Выпускать каждый год, ну, альбом, ну, я извиняюсь, выпускать каждый год «Новое оранжевое настроение» или, блядь, сделать еще «Матрешка-2», «Рапкор-4» или сделать невеселые картинки. Ну, я бы мог это все делать. Поддерживать, ну, какой-то эфемерный огонь, там. Но я почувствовал, что 24 года группе, все, пиздец, предел. Я рад, что группа распалась в тот момент, а не на 7 или 8 альбомов позже, когда бы они стали делать откровенную чушь. Скажи мне, Матрешка, ты летаешь к солнцу, Кто умнее всех – китайцы или японцы? Красные, белые, черные, желтые, маленькие красы. Мы живем в мире иллюзий, и я, и ты. Волнах лызает пьяная луна, Оркестр играет с каждым, как там хуже. Приятно жить в плену хмельного сна, Упал на дно весенней теплой лужи. Ну, конечно, я расстроился, но любой человек, все расстроились и не видели, что будет дальше, почему самый лучший гурт, самый лучший артист. В Белоруссии, Украине расстаются, самая лучшая банда на концерты, в которых ты ездил. Я хорошо помню тот момент, когда получил видео из далеких Канн. Я сложил с себя рок-корону, снял мантию величайшего рок-клоуна в истории, и таки, да, я распускаю группу «Ляпи Струбецкой». Сначала мы думали, что это прикол, потому что это все снималось в Каннах, и мы стояли рядом с ним, и он говорил, что типа, ну, группа «Ляпи Струбецкой» распадается. Мы такие хихихи. А потом оказалось, что это не правда. Параллельно я получил телефонный звонок от Сергея, в котором мы согласовывали наши планы, действия, задумки, реализации. И у меня, честно говоря, не было времени ни хандрить, ни думать о том, что же будет завтра, потому что я знал, что это человек, который постоянно высекает искру. Ведь самое позорное, самое пошлое, самое глупое, что может произойти с рок-группой, это встретить 25-летний юбилей. Мы готовили брута. Сергей очень четко, быстро, слаженно, сжато, ясно донес концепцию группы. Железобетонная рельса, это вот энергия такая, пулемет, есть своя идея. Мне она оказалась близка, я подписался. Я понял, что я хочу играть в такую музыку, конечно. Это был осознанный выбор каждого. Это не было, что я взял и сказал, так, ты, блядь, пиздатый, а ты хуёвый. Так, ты покажи, назови 10 банд по металлу, 10 банд по панку, расскажи мне, блядь, тезисы Кропоткина. Нихуя мы, никто вот этой переаттестацией не занимался, понимаешь? Поэтому вот так. Всех распустили. Кто готов был дальше воевать и сражаться, именно кому была интересна вот эта сторона ляпица. Ну, файт, файт. Ну и время было огненное. Там было сейчас не до романцев. Группа Лепсити Рубицкой распалась фактически на некоем сломе эпох. И вот в этой новой эпохе, которую Михалок, очевидно, как любой талантливый человек, чувствовал, и для этого потребовалась новая реинкарнация группы Брута. А уже до этого, ну, до этого вот момента, когда я уже твердо решил распускать, уже рядом был Виталик, уже Петя был. Я уже левт снимался в Ляпи-Скрю. Бразил подтянулся, он с нами почти весь 14-й год проколесил по турам. В общем, я понял, что вот они молодые, которые круче, сильнее, более дерзкие, чем я. Всегда, когда Михалок начинал какие-то новые проекты, будь то «Саша и Серожа», или будь то «Театр Бамбуки», или будь то группа Ляпи-Стурбискоя в начальном самом периоде, или группа Брута, Михалок набирал людей идеологических, а не профессиональных музыкантов. Мир автотюна! Я мог сделать из Бразила, блядь, квин, разложить с помощью вакодеров на 20 хоров, это был бы, блядь, грузинский, блядь, Альбано и Рамино Пауэр, это был бы хор. Если я оставил фальшивую ноту про турник, я и хотел, чтобы человек слышал, что этот парень провел с гирями и с турником столько времени, что время на музыкальную школу и на сальфеджио у него просто не было. Они могут ввести какую-то нужную ему энергию в этот коллектив и в этот проект. От того, какие люди вокруг Михалка, это очень многое от того зависит, что это за проект, как он дышит и как он воспринимается. Поэтому, очевидно, Михалку были нужны именно эти люди для того, чтобы сделать Брута. Виталий Огурков, это легендарный боец в муай-тай, мой друг, легенда вообще всего белорусского спорта, заслуженный мастер и человек, который при этом в 14 лет играл в панк-группах, хардкор, андеграунд, первый спортсмен из Беларуси, который стал давать интервью на белорусском языке. В общем, ну, это легенда. Чтобы такого человека заманить в новую группу, я приложил максимум усилий. Они мне предложили ехать в Таиланд, жить, тренироваться. Классная возможность, очень крутая, но я такой думаю, блин, чуваки, где вы были хотя бы год назад? А мы как раз тогда уже готовили Брута, сняли клип, вышел первый клип, вышел альбом, и вот у нас активная репетиция, мы готовимся к дальнейшим разным делам, и, ну, короче, не брошь уже я это все, и скажу, типа, ладно, чуваки, тут у меня такое предложение возникло, которого многие могут ждать всю жизнь. Ну, я красиво ухаживал. Виталик не соврет. И вот он в себе, наверное, больше, чем я или кто-либо другой, сочетал вот эти поэта, музыканта, бойца. Мы даже для того, чтобы легче нам было общаться с ним, чтобы его регалии, и куча его поясок нас всех не придавило, мы такой, в общем, шуточный, придумали ему альтер-эго, псевдоним «Огурец». Он как-то так даже вначале застеснялся, а потом принял правила этой игры, что, ну, это для того, чтобы мы его просто не так очковали. Ну, у меня бывает, я иногда могу пару концертов пропустить, потому что какие-то соревнования или подготовка какая-нибудь. Сегодня к нам с триумфом вернулся заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, многократный чемпион мира по Муай-Тай. Ну, а теперь еще и чемпион мира по кикбоксингу всеми уважаемый, любимый Виталий Гурков! Вот он этот андердог, этот победитель, которым гордится наш оркестр. Он никогда не останавливается на месте. Вот у нас сейчас каникулы, и Виталик сделал клуб великолепный, гуртимб в Минске. Никто не верил, что он сможет, подтянет, и я знаю, тренируется очень много людей, очередь стоит, чтобы к нему попасть. Бразил. Сергей появился, как Товгай. Мы в 14-м году ездили с группой Ляпи-Струбецкой, и время было неспокойное. Тектонические плиты, дым, огонь, политота, всех накрыло, буквально разорвало. Поэтому нужны были Товгайи, люди, которые следят за порядком. Не то, что нужно было за кого-то заступаться и драться, а скорее гасить какие-то конфликты. Вот Бразил, именно человек, который гасит конфликты, его голубые глаза, вот это хаски, такие спокойные. Это выдержка вот такого дремлющего дракона. То есть секунда, и уже у кого-то он придавил. Сергей, когда представлял меня на сцене, представил меня как Бразил. И рассказывал историю о том, как я ездил в Бразилию заниматься, повышать уровень бразильского джиу-джитсу у настоящих мастеров. Может, когда-нибудь так и будет. Мультик этот был про доктора Айболита, когда крокодил солнце проглотил и дедушка долго не хотел мне дедить. Вот Бразил, это дедушка, который придет потом без разминки, уебенит крокодил, и солнце опять сияет. В Минске регулярно стриг себя сам, знакомых там стриг, там, да, кезу всякие выстрегал. Я хожу, доверяю свою голову только ему. Мне с ним приятно поговорить, как-то в таком возрасте могучему борцу взять и научиться все это делать. Супер. В общем, каждый из нас на каникулах не теряет времени, занимается реализацией своих собственных каких-то моментов. Лефт появился на съемках «Ляпис Крю». У нас был фанат, друг Петя, которым я знаком, когда ему было 14, наверное, лет еще. Гонял на наши концерты, все. И он привез своего друга. Вот Лефт появился. Я увидел, что парень очень, несмотря на свою грозную внешность, выбитые зубы, сломанный нос, кулачище. Он очень романтичный и искренний во всем в этом движет. Очень много людей, которые прячутся за маски, за какие-то. А Лефт, он как ребенок. Он такой конкретно, конкретно влюблен в мир, который для многих кажется фантастическим. Осень, зима, весна. Я катаюсь на волнах и на бетоне, асфальте. Все остальное время я катаюсь на просто бетоне, асфальте. Скейтбординг это и есть часть моего панкрока. Трехглавый, как там в Змеи или как там его зовут. Скейтбординг, серфинг и панкрок музыка. Это для меня все одно целое. Это не увлечение, это не хобби, это просто такой образ жизни и более того, образ мышления. Я стараюсь так не привлекать к себе скажем так внимание и не особо его люблю. Поэтому меня по сути зовут, ну называют Лефт или там еще бывает Хайнмоуст, что в целом в переводах означает, что я где-то там все время далеко, сзади и не хочу быть вот это еблом светить в камеру типа такого плана. Ну, Петя, Петя Аэс, ну это наш рекордсмен. Понимаете, я не встречал человека, который бы сто километров проехал на велосипеде Аэс. В детстве у меня был огромный велосипед, турист большими колесами, очень громоздкий, а у моих всех хорешей был завидный успех Аэс. Вот, и они так классно тормозили на поворотах, что пыль люка, там все было круто. И я всегда мечтал, брал покататься, но у меня у самого не было. И потом, когда уже это перестало быть модным, появились новые велики, более современные, кто-то мне таки его подогнал, зная моей мечте. И с тех пор я стал их коллекционировать, у меня их несколько, он настоящий путешественник. Это парень, для которого новые впечатления, новые впечатления остаются, наверное, главным смыслом. сейчас я играю с пацанами в Одессе, группа называется Mess Suicide. мы играем быструю музыку, такую олдскульную, наверное, конца 80-х, 90-х, быстрые барабаны. нам такое нравится, это сейчас музыка не популярная, она не монетизируется, но нам по приколу. это идеальный центровой своей подачей. И вот он собрал этих ребят, и это был такой странный момент, у меня было облегчение, и при этом я выслушивал какое-то невероятное количество отрицательных отзывов, просто вот каждый день кто-то мне говорил, все, ну и что, ну вот, физкультурники. Как он может там что-то делать так, или как он может что-то делать, это все он бросил ляпи Струбисковой, сейчас они собрались стать какими-то непонятными качками, ну, опять эксперименты, это же круто. Файт, крики, когда никто не понимал, что же дальше, что такое, он же пел Грай, а тут он поет Гири, а то, блядь, как он смеет. Слава Богу, что я был недоступен. Я не давал интервью, мои друзья, мое окружение знали, что я ни с кем не буду общаться, моих телефонов никто не знал. И это было частью моей какой-то гирильи, потому что я всегда с детства восхищался именно гирильей, тактикой партизанской войны. Я же в Белоруссии всегда читал партизанские романы. Разрывы, ругань. Я спокойно занимался ребенком, воспитывал Макара Маленького, с ним гулял, жил возле санатория «Юность» в Минске, ходил на тренировки и репетировал с Бруто. Мы репетировали по 4-5 часов. Мы готовились очень долго. Мы арендовали клуб «Репаблик» в Минске. Мы до первого выступления Бруто уже сыграли 10 концертов в пустых залах, в олдскулу, такой, по-барному. То есть мы выходили на сцену, репетировали. С пацанами занимались профессиональные педагоги по вокалу, музыканты стали набирать спортивную форму. В общем, происходило вот это обмен энергии. Я его называю законом Боуля Мариотта, соединяющимися сосудами. Хотя, возможно, все это по-другому называется, но у меня это так называется. Боже, и он по троху привык к ней, не куй ко тьме и ног не порежет. Пара затяжек я делал группу Формула-1. Да, она по-настоящему крутая, она по-настоящему панк, она по-настоящему все дела, но это был мейнстрим с идеями андеграунда. То есть идеи хорошие, правильно, музло не подъебочное, не лубочное, все сильно, круто, но и ирония, и юмор. Агитбригада, большая мейнстримовая агитбригада. Будь бруто, за победу сражайся, будь бруто, никогда не сдавайся. Я думаю, что нас сразу на первые каналы пригласят, мы станем такими фабрикой 18. Ну, классные, офигенные, настоящие пацаны, бойцы, панки, все такие, но мы будем на телевидении, тут стадионный тур, на разогреве дробки морфис, в общем, осуществить мечту миллионов панков, да, там, ну, хотя все, все панки говорят, но нам и хорошо, здесь в подвалах, но мы же знаем, что все хотят стать гриндэем, и чтобы у них юту на разогреве играл, там, металлика просилась блядь кавера сделать, ну, а потом, совершенно неожиданно, мы стали андеграундными звездами. Контекст Майдана, Украины, Донбасс, Крым, политика, которая была вокруг, контекст. Конечно же, было такое время, что как-то так совпало, что Брута расценили как политическую группу. Начало меняться общество, начали меняться мысли молодежи, нужно было идеологически вождь. И получили то, что получили. В общем, эта группа стала восприниматься серьезно, и значит, серьезные нападки, значит, серьезный анализ, значит, очень много доебок, значит, очень много обвинений в радикализме, в крайне правом или в крайне левом. Ну, в общем, мы попали на зуб тем, до кого мне не было дела. Какое-то сейчас умиротворение сходит? Вы пунтарь? Так это... Или вы все-таки умиротворяете? бунтарь, но я не понимаю, я за творческую перманентную революцию, за творческую перманентную революцию, но я не провокатор и гапон. В какой-то момент стало понятно, что мы в жерновах, как сейчас говорят, хейта, хайпа. Весь мир был против нас. Среди нас не было ни одного мажора, ни у кого из нас не было хорошего старта. Мы все шварценеггеры из Мозамбика певцы из гетто и закончить в тюрьме или в наркологическом диспансере у каждого из нас было шансов намного больше, чем появиться на сцене в каком-либо области. Многие крутили у виская и того времени Михалок ебнулся. Было, конечно, немножко страшно, особенно родным и близким, потому что никто не понимал, что мы творим. Даже им казалось, что мы реально какая-то политическая радикальная группировка, что есть какие-то тайные вожатые, вожаки. Посмотрите клипы, послушайте тексты, послушайте песни и скажите мне, что Центральное разведывательное управление не пишет Михалку, не водит его рукой и не помогает ему перебирать струны. Михалок рядом ну тут конечно Ярош справа, тут Шмайсеры они такие что-то там ну карта мира, они тут танки рисуют какие-то ну а мы были простыми ребятами. То есть у меня не было друзей, не было денег, все деньги были вложены в Бруто, концерты не приносили, баснословных прибыли, они вообще прибыли не приносили, дай бог было просто чтоб хватало на поесть, на зарплату там и это нам помогло. Я был очень дико наэлектризован, я был злой, это была главная моя мотивация тогда. Два года мы прижались друг к другу, как ну не знаю, выходили из окружения, вот такая у меня метафора, как тачанка выходящая из окружения. Мы разные, мы друг друга не понимаем, мы обозленные, у нас не получилось то, что мы хотели. Вы бы и сказали папироски, правильно, Ваня? Да, да, да. Мы там тоже не тянем, мы пытались его короче сделать, это получилось не тянем. там просто четко надо в ноту попадать. Ну у нас нету выбора. Поэтому мы приезжались друг к другу, заняли круговую оборону, отстреливаемся, отбиваемся, орем что-то хаотично, какие-то клипы новое выпускаем, что делать и как, не знаем. Никакой стратегии, только тактика. Спецоперація під час концерту. 3 червня у Дніпрі за гастрольним планом акустичної програми «Вечернє сонце» відбувся концерт Сергія Міхалка. Через 5 пісень концерт зупинили люди в балаклавах. Майже всі глядачі вивели на вулицю. «Міхалок! Міхалок! 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 Міхалок!» Мы не знали, що буде послезавтра. Вот сегодня так, завтра так. Тут Германия, тут обвинення. Отмена Германии, значит, идем, выступаєм, просто поем с гитарою в маленький клуб. То есть, каждый день мы были, ну, не знаю, но зато мы были ситуационистами. Мы были, ну, не знаю, в эпицентре общественного спектакля. Мы його делали. Ну, і мені нравилось бути ёбнутым іхалком, тому що, такий, як це, як в «Гамлете» или в «Королі Лирі». Коли ти нормальний, а всі думають, що ти ёбнутий, це, це твоя луця броня, це твої луцші доспехи. Дальше пошло розвитие, і я зрозуміл, що цей продукт дуже естетично чистий. він як-то справився вот з цим, любопітно справився з цими п'яти фронтменами, тому що, отійдя чуть-чуть в глибину, до сцены, він як би освободив какой-то плацдарм, і людям стало интересно за цим наблюдається. У мене, кайф, типо, в тому, в процессі игры, серий прыгает, подмигиває, че-то улыбається, знаєш, там, с Гурковою постійно визуальний контакт у нас там всякі степы. Я вже не кажу про пацанів. Просто пацаны собрались, монстры все. Шуруп – це какой-то мотор такой, що не остановить. К ритмичності, к темпам, вот у нього прям перфекціонизм. Диня – це просто, я його називаю, скала. А впереди, і ці самі нападаючі. Главное – вовремя увернуться. Взнаєте, моє місце в Бруті между Петєю і Огурцом. Поэтому у мене є точка безпасності такая, візі шурупа, візі барабанчика. Я туди всегда прячусь, коли вони починають своїми ногами махати, потому що несколько раз я чудом сбіжав в больниці. Потому що коли Петя і заслужений мастер спорта Віталій гурьков починають, як мені кажучи, непроизвольно робити като, то, ну, ви ж розумієте, мене просто б розплющило. збільний гурькова, а гурькова, 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 Я даю свою огонь тем, хто збільш збільш Саня Галушко – це чоловік, який нас показыває, чоловік, який досконально знає кажду пісню, кажду партитуру, знає особенностей каждого вокалиста, каждого музыканта, хто куда дергается, чтобы вовремя высветить, но при этом он же еще и формирует нашу видеоинсталляцию. В какой-то момент Сергей решил расширить аппетуар Брута и вспомнить знаменитые боевики Ляписов. Не быть Скотом, Железный, Священный Огонь и, конечно, эти боевики не представлялись без духовых. И Серый позвонил и сказал, что он приглашает в группу Ваню Галушко и Влада Сенкевича, Краба и Цибулю. Пускай планета танцует под наши железные трубы, пускай нас фортуна целует в горячие алые губы. Ваня со мной уже больше двадцати лет. Это не просто музыкант в группе, это мой консильери. Поэтому тромбон для него это, конечно, могучее средство общения с миром, но вообще он человек, который занимается стратегией, тактикой. Я, Антон, и Ваня, мы, в общем, всем кируем. Восконтакте с пятнадцати. Десять минут. Десять минут. Естественно, я уже жизнь свою построил по-другому. Четко постарайтесь. Поехали. Са, два, один, И тут звонок. Ваня говорит, выходи на улицу. Думаю, что это Ваня ко мне приехал. Ну, клево. Он говорит, слушай, такое дело, сейчас будет писаться третий альбом Брута и будем писать с духовыми. Мы сделаем в середних веках тара-дара да, эда, то, что я пою. И вот это, смотри, это, тара-дара-дара-да, о, тара-дара-да-да-да, это там две есть фразы. Надо вот их сделать, будет заебца. Наш басист Денис Турченко, он же Дыня, в какой-то момент стал Денисом Викторовичем, владельцем клуба Моби Дик, совладельцем. И на этом поприще ему хотелось развиваться. И мы, уважая личный выбор, отпустили его в собственный бизнес, в собственное начинание. Наши ряды пополнились отличным, одним из самых лучших, да, наверное, самым востребованным бас-гитаристом Беларуси Олесь Францишек Мышкевич. Для меня это было удивление, но лес клался так, что вот мы теперь разом. Дякую Богу, ну, мне это подобается, я, это не шокол, я хотел, все же все хотел, но не шокол. Так что теперь у нас юнит, новый юнит, Олесь. Когда я вижу на сцене, что собираются совершенно разные люди, совершенно разного возраста и объединяются в одну энергию, это супер мощный посыл, такое супер заявление. Там нет случайных людей, там нет людей, которые притворяются и поют про то, что им не свойственно, что им не близко, и это покоряет. То есть это сильные люди снаружи и внутри, которые пропагандируют вечные ценности. Будь реалистом, мечтая невозможно, Будь реалистом, мечтая невозможно, Лекарь, Родессу, вставай, сложно. Наверное, многие заметили, что мы как Марвел, мы как Марвел, то есть мы собрали людей совершенно разных вселенных, у которых у каждого есть свой эпос, есть свои какие-то грозные оружия, и потом мы их собрали в один художественный фильм. Как чему я знаю, хочу вам скажу? Сигара? Где моя сигара? Уж полуха сигара. А, это ж не ляпица. Одна из его черт это человек, который делает все, как будто он знает лучше всех нас, как надо делать. Он не знает, он сомневается, я знаю, что он будет волноваться и исходить весь на нервы, но когда он появляется, все знают, ну да, так это же, а как еще делать? Это же Михалок, он знает, что делать. Мы все уверены, что он знает. Ну что, пойдем играть, да? Через 100 или через это? Через 100? Здесь, здесь больше места. А больше здесь. Да, здесь все равно, это просто. Даже группа открытия не может, на столе. Когда я делал и мы делали Бруто, то весь трансформер, весь конструктор собран так, что нет незаменимых людей. В первом или во втором туре, когда у меня пропал голос, и я понял, что на сцене я могу только прыгать, в зрительном зале никто даже не заметил, что я перестал петь. Мы путешествуем, гастролируем на нашем шаттле. Ири! Ири, давай! Гоу, 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 гоу! Дуречит, дуречит! Гоу, гоу, гоу! Димон, ты че не по погоде оттелешь? Я имею в виду, надо было футболочку. Ну, все в байке. То есть, часть группы может поехать на саундчек, часть группы в это время заканчивает тренировку в спортзале. Мой голос громче, Дима, пожалуйста. Ломают микрофоны, и это все время рвутся провода. Ну, сюда виноват огурец. У нас есть правило. Что бы ни случилось, всегда виноват огурец. Я не дружусь техникой просто. Я ее не ломаю, она просто ломается. Еще когда в гаражных группах я играл, меня не подпускали вообще, чтобы я что-то включал, выключал, либо что-то перестает работать. Говорят так, отойди в другую сторону, пожалуйста. Что вы там слышали? Как вы наблюдали за процессом? Я знаю, что если приближается день рождения группы, он совпадает с концертом, то можно не покупать в гримёрку сладости, их привезут фанаты. Ребята, возьмите большой торт. У кого руки не трюк, Ваня, возьми три. Этот, фисташек зелёный, да? Фисташки. как вектора, который себе изначально выбирал, бросил употреблять, не просто употреблять, а просто стал немножко по-другому смотреть на мир. Знаешь, как говорят, уж тебе нельзя бухать, а тебе там это можно, а тебе это можно, а я всё время говорю, что я настолько свободен, что мне это не нужно. Короче, мне не нужны какие-то стимуляторы для того, чтобы я себя чувствовал легче, условно, или там проще, или спокойнее. Я вообще ненавижу себя чувствовать легче, или там искать вот эти лёгкие пути. В международной культурной практике то, что мы делаем, называется флуксусом. То есть это такой йокооновский формат общения с миром. Когда не хватает музыки, не хватает поэзии, не хватает танца, не хватает хореографии, когда всё это мешается в кучу, добавляются видеоинсталляции, добавляются драматургии, и из всего этого получается эпический спектакль. Группа Брута – это реальный космополитический оркестр, которые думают не в каких-то узких межах, а которые думают глобально. Группа Брута – она не белорусская, не украинская, она мировая группа. Девушки и джентльмены, Брута! Когда был концерт в Лондоне, там был человек, который занимался светорежиссурой. Это был дедушка лет 70, который светил, начиная от Rolling Stones и заканчивая Эдем Широном. Ну, просто монстр света. И он с моей женой, когда общался, он ей говорит, а когда мои любимцы выступают? Она говорит, закрывать будет концерт, Гилмор закрывает концерт. Он говорит, какой Гилмор? Да мне вообще Гилмор до фени. Я его отсветил уже за свою жизнь 700 раз, мне вообще это неинтересно. Мои ребята когда будут? Она говорит, какие? Ну, вот эти из Белоруссии. Говорит, я всё остальное сто раз видел. А вот эту энергию я не видел никогда. Пятерых фронтменов, каждого из которых одновременно опасность и одновременно защита. Родный, Родный, Родный край, ягод изградник, меня не покарай. Родный край, Родный край. Хлеба, соли, земли, поли, кровлю, водом, не быть скотом. Сейчас лет Сергей не выступал на родине, проживал в Киеве. Мы сначала приезжали к нему, а потом уже вместе с ним здесь обосновались, в Украине. Ну, это был такой напряжённый момент. Конечно же, он очень скучал. И когда мы узнали, что будет концерт в Белоруссии, мы понимали, что это что-то будет феерическое. Самый волнительный был концерт, наверное, первый концерт всё-таки в Белоруссии был. Чернистый нелёгок, путь домой. Вернёмся на родину и вместе с вами сыграем классный концерт 29 октября. И это, ребята, совсем не сказки. Концерты в родной стране это особое какое-то переживание. Как мы себя не готовили к этому моменту, всё на самом деле оказалось не так, как я себе представлял. На концерт в Гомеле приехал десант, просто десант из родственников. Это был огромный дворец спорта, заполненный до отказа задолго до концерта. Я приехал заранее, гулял, бегал кросс по парку, разговаривал с людьми, по городу ходили тысячи наших фанатов с нашими молотками на стягах. Сильно радоваться у меня не получалось, потому что никто не гарантировал, что в последнее мгновение какие-то силы в них вмешаются, и всё это не остановит. Откуда вы? Асиповичи? С Лепеля. С Лепеля. Была какая-то прямая трансляция, была куча милиции, фанатов со всех городов, я даже так понимаю, со многих стран, потому что это было веховое событие, веховый концерт. Ваша сила в воде, ваши горячие сердца помогли сдвинуть эту скалу недопонимания и растопить этот лёд. Отчиздение. Благодаря вам, стальные крепкие родные люди, круто вернулись домой. Спасибо вам. И то, что уже было потом в зале, волны криков, поддержки, прям, ну, это энергия, которая шла от людей и от нас тоже, потому что мы хотели вот так вот посоединиться. По ощущениям было круто, реально большая волна, я смотрела на зал и не верила, что это вот в Беларуси. Все почувствовали какую-то весну, несмотря на то, что концерт был осенью. На самом деле это был выбор властей, но у властей при этом выбора не было, потому что популярность такова уже была, что держать это под закупоренную скороварку, да, её как бы нельзя. То есть, когда у тебя собирается там уже десятками тысяч аудитория, это уже совсем другое. Никакие границы, которые устанавливаются специально не могут быть барьером для людей, которые хотят услышать месседж Михалка. Но хейтеры, конечно, появились, которые были бы рады, если бы он был запрещен вообще до самой гробовой доски, да, потому что это же тогда герои, которого запрещают. Я слышал, что вчера был какой-то шум по поводу «Прости, Господи, как Михалок мог замахнуться на нашего Богдановича». Темнее край зубчат и бора, И че забывшийся рука, Замиш персидского узора, Цветок родимый, Василька. Где же система Станиславского? Как он прочёл это стихотворение? Где же чувства, где настоящее сопереживание? Вы знаете, мне не нравится система Станиславского. Мне нравится хаос Михалса. Я всегда иду от внешнего. Это человек, который должен петь на стадионе. Загнать Цоя в кочегарку нельзя. Я знаю, что в России есть огромное количество людей, которые не просто любят Брута, которые живут теми же мыслями, теми же принципами, которые проповедует группа Брута. И которая является неотъемлемой частью фан-базы группы Брута. Это те же фанаты. Их разделяет неграфа в паспорте. Их объединяет то, что они готовы этот мир делать лучше. Всё открыто, всё в доступе. И поэтому толпы поклонников Брута. Наверное, если когда-то мы доживём до того, что там сменится режим. Я знаю, что Михалок сделает тур по России такой, от которого мир качнётся. Сергею Владимировичу приветствую Львову. Передаём привет Сергею Владимировичу. Здорово! Мы приехали из Харькова к вам. Только в Крюх. Что мы? Брута! Что мы хотим? Что было круто! Выглядят фанаты Брута прекрасно. Пожалуй, нет в Украине ни одной группы, символику которой её фаны бы носились таким удовольствием. С молотками такая дивная история отрымалась. То есть, как графема, это было у меня от початка, это крыш таки. Разрубленный крыш, из якого склалася вось как бы две Т, які для меня ёсь таким саправдным народным символом белорусским. И уже где-то на другом альбоме «Трудный край» он уже как бы и поняток свой змянил на молотки. Як это отбывалось? Ну, это просто жытьё, графики, якая идёт народ и как-то вертается оттоль такой рефлексией. И часом она начинает расти кудысти сама, и мы мусим только ловить гэта и подтримливать. Когда я хожу по городу, я очень часто вижу этих людей в этих ярких и красивых майках, чёрных майках с красными молотками. Они всегда выделяются, и в них всегда есть что-то общее. Это люди, которые не на своей волне, нельзя про них так сказать, но это люди, которые имеют свою какую-то мысль, что ли, да, имеют свой какой-то взгляд. Фишка брута не в накачанности, а она в трушности. То есть, когда я познакомился с Сергеем, ключевой тег вообще, который присутствовал в нашем общении и отношении – это труб. Всё должно быть по-настоящему, всё должно быть вживую. Всё должно быть. Аудитория Михалка отличается, скорее всего, этим взглядом и осознанностью. Есть и банковские клерки в огромном количестве, которые не просто любят Михалка за музыку, а любят Михалка за те идеи, которые им дают. За идеи свободы, за идеи ощущения себя человеком. Не важна профессия, не важна весишь ты 50 килограммов или 150 килограммов. Исповедуя, что ты ЗОЖ или не ЗОЖ, это про внутренний ЗОЖ, про внутреннюю Монголию. И вот эту Монголию он может дать абсолютно разным людям. Я видел многих людей, которые говорили, вот благодаря вашей музыке я преобразился, меня вдохновило на занятия спортом, или я поменял, переосмыслил свою жизнь. Как раз ко мне недавно пришёл человек, и он мне рассказывал, что именно пример Сергея его вдохновил. Это был таким переломным моментом. И он начал с собой заниматься, он сбросил лишний вес, подкачал мышцы. Я стал другим, потому что я понял, что нужно что-то в жизни менять. Не было никаких целей. И когда я начал слушать творчество Сергея, я их отчётливо визуализировал. То есть всё было мне ясно. В плане всех направлений. Моральном, психологическом, физическом. Во всех аспектах я понял, чего я хочу. То есть всё было предельно ясно. Как кто-то говорил из великих, если ты помог хотя бы одному человеку стать лучше, то ты сделал своё дело, дорогой художник. А как мы видим, это далеко не один человек, которому брут-то помогли. Я вообще фанат, ну, вот этой энергии, наверное, прежде всего Михалка, который он запускает вообще многие годы. И то, что происходит, вот, наверное, период брута моего знакомства со всей бандой. Потому что раньше до этого было, ну, что-то, какой-то гримерки большой на фестивале. Вет. Такие просто, такие взгляды. То есть не было такого контакта глаза в глаза. Вот почему-то. Потом я познакомился с Петей, и познакомился с Антоном Узбеканом. И первый раз исходил именно на концерт брута. Хотя жена мне просит, передай привет Сергею, наверное, за Ау-Ау и остальные песни. Без этих людей не было бы и нас. То есть брута-ностра – это та объединяющая сила, которая позволяет и внушает нам священный трепет, огонь, творить и дарить, отдавать. Поэтому спасибо, ребята. Без вас мы вообще никто. Я не могу сказать, что вообще, что его песни о чем-то. Они о Михалке, собственно говоря. Потому что, что он беспокоит, то он и выдает. То есть ты берешь пластинку, и ты понимаешь, какой у него был период в этой жизни. При том, что это может быть совсем про других людей. Как бы высказано? Ну, какой-то клоун, Михалок и фамилии. Лукашенко, Путин, Навальный. И при этом я совершенно антиполитичный, назовем так. Не аполитичный, а антиполитичный персонаж. То есть, который, ну, я никогда ни с кем не сотрудничал, не состоял ни в какой общественной организации. Я не боно, чтобы мирить, там, знаешь, там, встречаться с Кофи-Ананами, там, с Меркель, там, говорить, ну, давайте что-то сделаем для этих детей. Там, ну, и как эти рыбаки на льдине? Ну, то есть, ну, я не чувствую в этом своей миссии какой-то. Как поэт, возможно, я затрагиваю темы, которые интересуют там миллионы. Но, ну, это мое масштабирование. И он, как большой поклонник Михайлсен, он готов надевать под рубашку подушку, если он хочет сыграть толстого человека. И не стесняется того, что это всего лишь подушка, и она видна зрителям. Потому что в этот момент важно не то, как он выглядит и в какой позе он читает свой монолог, а важно, что он говорит, и то, какая энергия льется из него. Просто некоторые темы совпадают с общественным. И тогда говорят, о, это, блядь, масс-маркет. Вот, ой, это массовое искусство. Ну, массовое, да. По мне, «Аватар» не хуже многих фильмов «Грин Уэй». От Киева идет столько много свободы, столько свободы радостной, свободы легкой. И когда вынужденно мы уехали в 2014 году, я прямо почувствовала все, я здесь останусь. Я думаю, что в первую очередь круто, что Михалок приехал в Украину для самого Михалка. Потому что та энергия тех изменений, которые происходят сейчас в Украине, со стороной, с людьми, они дают Михалку очень потрясающий творческий заряд, из которого рождаются, ну, как мне кажется, более интересные в творческом отношении вещи. Вечернє сонце, дякую за всіх, которые ничего не осквернили душу. У него есть песни на вірши Ліни Костенко. Кто до этого делал что-то на эти тексти? Я думаю, что это очень круто. И он однозначно фигура, которая влияет на украинский рынок. То есть для Украины он тренд и бренд. Воины света я, кстати, услышал буквально в 100 метрах отсюда впервые. То есть мне прислали альбом, Женя Калмуков прислал альбом, я его загрузил в телефон, вышел вечером на набережную, надел наушники и просто офигел от того, что я слышу. На меня лилась не только прекрасная музыка, сделанная по всем законам супербоевиков. На меня лился четкий и простой свет, который заключен был в этих словах, которые могли уравновесить вот ту внутреннюю вибрацию, которая была в тот момент. В 13-м роце это был символ Майдана. Как бы мы накрутили, воины света стали такой ключевой песней. Мы воями строго ударим рукою по гордым щитам. Да будет народ без ударяй всегда, навсегда, здесь и там. В детстве очень сильно зачитывал со всякими пиратскими романами. Саботини, там, Капитан Блатт был одним из моих главных персонажей. Все, что связано с Карибским бассейном, это территория, да, пиратства. Я попал в Доминикану, это был вообще предел моих мечтаний. У меня был просто поток чего-то бессознательного. Я там написал «Я верю», я написал там первые строчки «Грай», я написал тоже «Воины света». Но у меня эти песни все не заканчивались, они были как мантры. И «Воины света» песня была вообще «Зорница» называлась. Она была о перманентной борьбе. Борьба Дон Кихота. То есть даже если нету врагов, ты все время должен придумывать какие-то ветряные мельницы. Потому что по-другому энергия не рождается. «Воины света», «Воины добра», «Охраняют летом, бьются до утра». Канадец Терехов сделал клип очень красивый с Цоем, с Гагариным. А потом пришел Майдан. «Воины света», «Воины добра», «Охраняют летом, бьются до утра». «Воины добра», «Воины света», «Чаростка форай», «Бьются до рассвета». Это было непростое время для Украины. И в этот момент она очень помогла и скрепила сердца многих украинцев. И самое интересное, что как будто жизнь стала копировать эту песню, которая тогда не была хитом. И молот в руке появился. Ну, в общем, вот так все произошло. «Воины добра», «Воины света», «Чаростка форай», «Бьются до рассвета». Ну, мне говорят, конъюнктурщик. Я был бы рад, потому что я ничего плохого в этом слове не вижу. И более того, предвидеть, как Ванга, какие-то события, бить наперед интуицией, чтобы срабатывало. Но иногда происходит наоборот. Совершенно неосознанно, без политанализа, без маркетинга. Я что-то делаю, а жизнь расставляет акценты. Мне кажется, что бруто – это базовая ценность. Ну, разговор о базовых ценностях. О том, что прописано в букваре и в будильнике. А когда мы говорим о политике, то мы говорим о том, что мешает или что помогает реализовывать эти базовые ценности в современном мире. Вот и все. Он пишет о том, что его волнует. Ну, если он видит, что гибнут люди. Тут Михалок смог поговорить о дне сегодняшнем и рассказать о политике, о социальных проблемах через не прокламации и какие-то там лозунги, а через какую-то историю. Очень простую, невероятно простую. Был человек, да, пошел на войну там за свою семью, да и погиб. Мы переписывались в Вайбере, и он мне прислал текст этой песни или саму песню прислал, и я ему пишу в ответ, слушай, может быть, в четвертый, ну, там, в последнем припев, давай лучше сделать не «Гарри в походе вернется едва». Когда мы же ставим что-то там в стиле «Гарри вернется, главное, чтобы ждали что-нибудь такое», потому что это будет как-то для всей страны более каким-то легким исходом и более оптимистичным. На что Михалок поначалу загоревшейся идеей подумал, подумал и написал мне, что, ты знаешь, наверное, ты прав, но не время пока для оптимизма. И эта песня этой стране нужна именно в таком виде. «Гарри в походе вернется едва ли?» Добрый вечер! С нами святкуй! Шадрый вечер! Спевай, танцуй! Бумны, цимбалы! Музыка, край! Кухоль с медом! Зародный край! Я доволен зорочками, я доволен песней «Месяц». «Родный край». Возьмая матуля у золотых кошел я к зорочке Батька млечный шлях В общем, у меня есть претензии, потому что я перевожу свои мысли на белорусский язык. И поэтому для того, чтобы сформировать свою поэтическую мысль какую-то, текст написать, не стихотворение, а именно текст для песни, я стал много читать поэтов белорусских. И увидел, что некоторые песни у меня поются. Вот у Янки Купала я увидел именно маршевые. Его стихотворения рушат вообще стереотип вот этого белорусской мелодики, такой померковности, потому что там все время марш, там файт и атака. То есть вообще сама полемика, сама ритмика стихосложения, она не та, которая сложилась почему-то, особенно у современников нынешних. Когда мне говорят, ты не похож на типичного белоруса. Ну, какой-то ты резкий там. Я говорю, в смысле? А Виталий Огурков какой? А, ну, я не знаю, Бразил? Я вам покажу. А Игнашов Леша какой? Ну, это кто? Ну, Корж. Мы что, не резкие? Ну, Айова. Мы все не резкие, мы все такие затуманенные. То есть рушить стереотипы. Поэтому я стал брать тексты, в которых я услышал мелодию. В какой-то момент для меня очень важной, экзистенциальной была и остается песня Годи, которая была написана Сергеем на стихи Янки Купалы. Та ранжировка, тот мэджик, который он вложил в нее вместе с ребятами, вместе с Ромой Григорьевым, который добавил ранжировку. У меня было два варианта. Первый вариант – это расписанный квартет, ну, для струнного квартета, такий, более классический. А другой вариант, трошки, ну, вильнейший – это просто контрабас, виолончель, волторна и ударный в середине рояля. И, ну, настолько было повноценное звучание с гитарами, что оно уже было самобутнё, оно уже працювало. Такой фрисон, кожный оргазм, который достигается, когда ты чувствуешь правду. В клипе снялся мой сын Илья, и он часто ее пересматривает. Наша Брутофэмили, то есть это все, все уже, уже все в кино. Моя семья – это не только я, мои дети, мама. Наша семья, она настолько разрослась. Брутофэмили, Брутоностро теперь моя большая семья. Это такая группировка, я не знаю, не хочется с какими-то мафиозными кланами себя, но это часть концепции. Я чувствую, что есть вот эти подпорки, есть тыл, есть люди, которые могут за меня, за моих детей заступиться. Я всегда спрашиваю своих ребят, что там, как там у вас, как дети, потому что это все и позволяет нам сохранять вот такую форму. Всем нам, ну нашему большому Брутоностро. Вот эта любовь братская, дружеская, она и есть стержень, который держит это все вместе такие долгие годы. Как мафия. Ну такая хорошая мафия, добрая. Надо говорить, часто ли вы не собираетесь вместе. Хотелось бы почаще. Мы все время вместе. Мы все из разных городов, ну как, мы на три города живем. Я всю жизнь постоянно живу в родной Одессе. Большая часть чуваков живет в Минске. И есть чуваки, которые живут в Киеве. По-любому всегда там с кем-то созваниваемся, что-то перекидываем друг к другу. У нас есть там свой чат, в который мы гоним всякую хуйню. То есть, ну, короче, максимально стараемся. Например, я всегда хочу максимально находиться рядом с кентами, потому что я их всех очень сильно люблю. Они все охуенные. Боже, с надписью Сергея что-то сделали! Целую надпись. Боже, что робота этого, как он называется? Зашел Антохи, можно ли так? Ну, то поможем так. И как только у нас бывает такой большой перерыв, и как только бывает такой момент, когда мы опять собираемся, там какой-то первый концерт или там первая какая-то штука у нас в основном, мы проводим как бы деловую, деловую часть там, то есть репаем, вспоминаем там песни, делаем какие-то штуки. Ну и потом начинаем тусить. Когда мы тусим, мы прям тусим. Борько, можешь? А вот, Севастопа, можешь? Во! 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 Во. Во! Классные волосы. Смысл вот этого костяка Брут и этой гидбригады – это очень серьезная концентрация во время боевых действий. Боевые действия, выступления на сцене, репетиция, очень. Но когда каникулы, бойцы все разбредаются. Так и должно работать. На каникулах каждый занимается своим делом. Брута никуда не уходит. Каждый проявляет качество андердога, внедряется в жизнь. Но я знаю, что как свистнешь, как в Тимур и его команде, банки загремят, и все здесь. Молотки на груди и андердог. Мечтаешь изменить безумный мир. Чувствуешь себя волшебным королем. Принимаешь с космоса эфир. Радуга цветной серебряным дождем. Его сопровождение тембра и мелоса – это его генеральное ядро. И вот этот мелос, тембр и, соответственно, подача, на самом деле может быть в разном антураже музыкальном. Он начал сегментировать творчество. Он начал четко распределять, где что будет находиться. Вот здесь будет Брута, которое обращено к определенной аудитории и которое работает честно. То есть, если у него есть что сказать внутри этой группы, он говорит. А если нет, он замолкает. Второе – это появление «Ляпис-98», это когда ты не решился выбросить на свалку свою историю. И там появился Дрезден, это еще третья ипостась. И я не исключаю, что еще будет и четвертая, и пятая. А есть еще Михалок, который точно напишет оперу, панк-оперу. А может, это будет уже не панк-опера, а вообще, я не знаю, какая опера. Это опера Брутто. Брута-Ностро – это не просто старый «Ляпис», новый «Ляпис», не просто Брута или Дрезден. Это все вместе. Это такая вселенная Сергея Михалка. Несмотря на то, что Брута сейчас активно дегонстралирует, Брута сегодня на сцене поет пять песен. Это очень круто. Я тоже хотел бы, чтобы группой «Огонь» были какие-то артисты, которых можно выводить с собой на сцену. То есть, да? Е-е-е, Брута здесь. Я только сказал слово Брута. Вы видели? Он пришел. Чем? В здание. На моей памяти Михалок запускал не меньше десятка разных проектов. Я не уверен, что даже тот проект, который он похоронил навсегда 500 раз, он его не реанимирует через полгода. Михалок мне 500 раз говорил, что песен группы «Ляпис» Трубецкой «Ляпис» 98 никогда не будет. И через два дня после этого присылает три наброска. Если эта форма конкретного проекта будет нужна Михалку для воплощения каких-то своих новых мыслей, для того, чтобы он мог сказать в этой форме наиболее простым способом нужные слова, то Михалок просто возьмет и поднимет эту старую форму. Он вкладывает в свои выступления и во все, что он делает, много самоиронию конкретно. Он смеется над тем, что он гений, он смеется над тем, что он взрослый. Он вообще смеется над всем, что сейчас популяризируется. Вот он в Инстаграм пришел, и он в Инстаграме, как будто бы он не всерьез это делает, он как будто бы стебется над всеми, кто сидит в Инстаграме. Десять тысяч у меня в Инстаграме, и сказал, нормальный результат. Ребята, он сказал, себя надо в конце вопросом. А у вас какой результат? Я вот бегу, бегу, бегу. А вы ходите или бегаете? А вот я, смотрите, а я сорвал, блядь, травинку. Как вы думаете, я правильно сделал или не правильно, а вы срывали бы травинку? А вы травинки вообще срывали? А вот смотрите, классный стол. Как вы думаете, что на нем написано? Я знаю очень много о своей профессии. Я ее люблю, я ее уважаю. Она требует трепетного отношения, и она не прощает измен. Я занимаюсь своим делом, я в нем хорошо разбираюсь, я умею делать супер классные группы, у меня есть классные воплощения. И у меня не хватает времени все реализовать. Поэтому, ну какая кулинария? Ну, какой ресторан? Какой бутик? Ну, есть люди, которые в этом плане нашли свой ответ на ноце-те-ипсум. Главный вопрос сфинкса. Ноце-те-ипсум. Кто ты такой? Если ты ответишь на этот вопрос, то ты будешь счастлив. Вот я ответил на этот вопрос. ПОЁТ НА ИНОСТРАНЬЦИЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАНЬЦИЕ Миталов, Кашин! Вау! Руки! Спасибо за труд! Рука! 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 Субтитры создавал DimaTorzok